Многомиллионные убытки терпит Хабаровская горэлектросеть. Потери электроэнергии только в прошлом году составили более 16%. Одна из причин – собственники домов частного сектора. Они платят за электричество по нормативу, но, как показывает практика, потребляют в несколько раз больше. Дома частного сектора по улице Подгорной специалисты горэлектросети подключают к счетчикам. С их помощью можно будет контролировать расход электроэнергии и взимать плату жильцов за фактическое потребление. И уже сегодня показывает, что при нормативе, допустим, 430 киловатт-часов в месяц, за который оплачивает индивидуальный живой дом, уже сегодня только за 10 дней накрутило тысяча киловатт. Из 12 тысяч домов частного сектора более полутора тысяч не оснащены приборами учета. В них жители обогревают теплицы, сараи, платят по нормативу. Роман Русков только строит свой дом, в нем еще нет печки, зато уже есть счетчик. Сейчас у нас просто отопление на электричестве в пределах 4 тысяч платим. А средний норматив я даже не знаю сколько. Для того, чтобы сократить потери электроэнергии, обеспечить бесперебойную подачу ресурса, специалисты горэлектросети устанавливают счетчики. Цена прибора 15 тысяч рублей. Однако собственникам в течение пяти лет придется вернуть его стоимость предприятию, заплатив при этом проценты поставки рефинансирования Центробанка. Мы вынуждены поставить этот прибор учета. В настоящее время все равно мы понесли убытки. Но согласно законодательству мы будем взымать все равно эту плату, значит жильца, который мы установили. Ему придется оплатить стоимость этого учета. Уведомления с требованием самостоятельно установить прибор учета получили собственники всех частных домов, которые платят за электричество по нормативу. В противном случае это сделает ресурсоснабжающая компания и заплатить за счетчики все-таки придется. Но уже дороже. Татьяна Тукарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Судебный пристав индустриального района. Более 200 миллионов рублей задолжали Федеральной налоговой службе жителей индустриального района Хабаровска. Львиную долю этой суммы, 72%, составляет транспортный налог. Накануне представители администрации совместно с судебными приставами нанесли внезапный визит неплательщикам. Алексей с 2014 года не платит налоги. Долг уже превысил 80 тысяч рублей. Завидев судебных приставов, он отказался оплачивать счета, однако после того, как люди в форме объяснили, что ему будет запрещено выезжать за границу, мужчина сразу же стал законопослушным гражданином. Сколько вам надо здесь денег? 80 тысяч 20 рублей 98 копеек. Индустриальный район по количеству должников бьет рекорды. Административные дела по неуплате налогов заведены на 2000 жителей. Самым злостным неплательщикам судебные приставы приходят домой. Это арест счетов, это ограничение права выезда за границу, это арест на имущество должника, это ограничение на право регистрационных действий в отношении транспорта. Очень просим, чтобы они через личный кабинет налогоплательщиков уточняли всю задолженность, так как они не уплатили в установленные сроки в этом году. То есть срок был 1 декабря 2016 года. Наличие задолженности надежнее проверить на сайте Федеральной налоговой службы. Извещения с требованием оплатить квитанции доходят не всегда. Рейды по должникам судебные приставы совместно с налоговой службой проводят несколько раз в неделю. Только с начала года с неплательщиков взыска на 5,5 миллионов рублей. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровская студия телевидения. За последние две недели на дорогах Краевого центра зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Подростки перебегали дорогу в неположенном месте. Резкое увеличение нарушителей ПДД связано с опасной игрой «Беги или умри», которая набирает популярность в сети интернет. Только с начала года на дорогах города Хабаровска совершено дорожно-транспортные происшествия с несовершеннолетними. 23, где 26 детей получили травму. Из этих 26 детей 16 пешеходов. Даже один ребенок был в реанимации, но сейчас он находится в палате, ему жизни не угрожает ничего. Опасная игра популярна среди школьников. В группе риска несовершеннолетние от 9 до 16 лет. Суть игры – перебежать дорогу на красный свет перед автомобилем. В соцсетях отразилось с центральной России. Дети спорят на деньги и снимают на видеотелефон. В городе Хабаровске данных происшествий не зарегистрировано. Хотя и водители спрашивают, и мы проводим на месте дорожно-транспортных происшествий профилактические беседы, задавая вопросы. Ребенок просто говорит, я не заметил автомобиль, либо пошел на красный сигнал светофора, потому что думал, что успеют. В Хабаровских школах учителя совместно с инспекторами ГИБДД психологами проводят уроки «Классные часы». На них подросткам рассказывают о правилах дорожного движения. И наглядно показывают, каким последствиям может привести опасная игра «Беги или умри». Мы собирались с родителями учащихся шестых, седьмых и восьмых классов. Вот это категория детей, потому что считаем, что только эти дети могут быть втянуты в эту игру, им более интересно. Они уже более коммуникабельные, в интернете больше посещают вот такие чаты, где такие сайты есть, где такие предложения читаемые ими. Поэтому вот мы работали с родителями, а с детьми проводили с инспекторами. В прошлом году в Хабаровске произошло 64 ДТП с участием детей, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора или в неположенном месте. Инспекторы рекомендуют родителям быть бдительными и объяснять подросткам правила дорожного движения. Анастасия Пицон, Андрей Третьяков, Хабаровская студия телевидения. Будущие хирурги Дальнего Востока соревнуются в умении орудовать скальпелем. В Хабаровске стартовала четвертая по счету студенческая олимпиада медицинских вузов. Она будет проходить три дня. Впервые в мероприятии приняли участие гости из Китая и Японии. Правда, студенты из медшколы Ниегатского университета и Харбинского высшего учебного заведения пока только присматривались и пробовали повторить за коллегами конкурсные задания. Я впервые стал ассистировать доктору только на шестом курсе университета. А здесь, в России, я вижу, что и второкурсник может продемонстрировать умение сделать операцию. Да и конкурсы достаточно сложные для студенческого уровня. Микрососудистая хирургия. Этот конкурс всегда привлекает внимание. Здесь студенты проводят полноценные операции. На мышах это экспериментальное состязание. Еще и одно из самых сложнейших, чтобы сшить сосуды диаметром менее полумиллиметра. Будущие врачи используют нити тоньше человеческого волоса. Пациент весом в 200 граммов будет спать под наркозом не меньше часа. Во время процесса студенты представляют реальное событие оперирования человека. Точнее, пальцевой артерии у ребенка. Конечно же, в течение работы были и неудачи, было и, конечно, новых успешных операций. Но сегодняшний конкурс предусматривает, что выживут все. То есть, для животного такое мешательство не смертельное. Работа с биоматериалом необходима начинающим врачам. Не заменят ее даже самые последние новинки на технологическом уровне. Высококвалифицированные специалисты в области симуляционных технологий из Японии, например, признали, что материалы между собой даже не конкурентны. Они всего лишь взаимодополняют друг друга. Важна и компьютерная подготовка, и симуляционная технология. Но без работы непосредственно в биологическом материале в последующем длительный период адаптации. Вышедший в полдень не догонит ушедшего на рассвете. В этом году организаторы расширили список состязаний. В общее количество 15 номинаций включили новые этапы. Среди них умение устранить внематочную беременность, соединить коленный сустав при помощи спиц, прооперировать почку под контролем УЗИ. Победители регионального конкурса отправятся в апреле в Москву на Всероссийскую Олимпиаду, где примут участие порядка 30 команд из России и ближнего зарубежья. За три года участия в конкурсе в столице студенты из Хабаровска выше четвертого места не поднимались. А зато дальневосточное медицинское студенческое движение удивило и порадовало победой якутов. В прошлом году из Москвы начинающие коллеги-хирурги привезли почетное второе место. Анастасия Корничук, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. Болельщики Хабаровского сканевтянника собрались на площади Славы, чтобы выразить поддержку коллегам из других городов страны и через СМИ обратиться к руководству Федерации хоккея с мячом России. Мы только часть всех болельщиков исконно русского вида спорта. Ситуация, сложившаяся в хоккее с мячом в последние годы, не дает нам права дальше молчать. С каждым годом на трибунах все меньше болельщиков. Никто не хочет смотреть, как убивают наш любимый вид спорта. Поводом для обращения стал нашумевший матч между Архангельским водником и Иркутской Байкал-Энергией, в ходе которого соперники забили в общей сложности 20 мячей в свои ворота. В знак протеста против того, что, по словам болельщиков, Федерация хоккея с мячом диктует клубам свои условия игры, в интернете уже выступили хоккеисты Красноярского Енисея и Архангельского водника, а также болельщики Нижегородского старта. Мы представляем болельщиков именно СКА нефтяника. Клуб, может быть, даже и не знает о том, что мы собрались, что мы устроили эту акцию. Но мы решили так поддержать. Болельщики привыкли поддерживать свою команду с трибун. Теперь они поддерживают друг друга. Мне кажется, что если это не вызовет резонанс, то тогда просто не на что рассчитывать, потому что все те события, которые были на протяжении этого сезона, и дисквалификация Ломанова старшего, и отстранение младшего Ломанова от сборной, это все как-то прошло мимо, все замялось. На этот раз замять скандал, связанный с нашумевшим матчем в Архангельске, будет намного сложнее. Раньше болельщики высказывались только с трибун стадионов. Теперь их мнение звучит на экранах ведущих федеральных и региональных СМИ. Сергей Щербаков, Андрей Третьяков. Хабаровская студия телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова